Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Иван Ильич Мазжухин, русский актер эпохи немого кино, сценарист, работал во Франции, Германии, Соединенных Штатов. Родился 26 сентября 1889 года в селе Кондоль Петровского уезда, Саратовской губернии, нынче Пензенского района Пензенской области. Дед по отцу Иван Семенович Мазжухин был крепостным крестьянином, служил управляющим имением у помещиков Бахметьевых и князей Аболинских. На этом посту провел выдающиеся административные способности, за что всем его детям была дарована вольная. Иван Иванович, тем не менее, не оставался работать с отцом. Впоследствии унаследовалась должность управляющего. Был женат на дочери местного священника Ивана Аполлоновича Ласточкина Рахиле Ивановне. Иван Маржухин был младшим из четырех сыновей. Детство и юность провел в Пензе. Вся семья увлекалась театром. Кстати, старший брат Александр впоследствии стал знаменитым оперным певцом. А вот Иван с детства выступал в любительских спектаклях, в том числе и в Народном театре Пензы. Я цитирую в Википедии, все то, что там нашел, подобрал фотографию из интернета. Он учился во второй пензенской мужской гимназии, которую также окончил Всеволод Мирхоль. После окончания гимназии Маржухин два курса отучился на юридическом факультете Московского университета. После чего ушел в актера. Работал в антепризе в провинциальных театрах. Затем в театральной труппе Московского Введенского народного дома. Начал сниматься в 1911 году в фильмах компании Хаджонкова. Маржухин быстро добился успеха благодаря актерской выразительности и тому, что с легкостью менял амплуа. Ему одинаково блестяще удавались и трагические, и комические роли, и герои-любовники, и гротеск. Среди его работ скрипач Трухачевский в крейцеровой сонате, адмирал Корнилов в обороне Севастополя, Мавруша, он же гвардейский офицер в домике в Коломне, черт в ночи перед Рождеством. После начала работы компании Хаджонкова, режиссера Евгения Бауэра, Маржухин быстро становится величайшей звездой российского кино. Снятым по сценарию Валерия Брюсова в фильме Бауэра «Жизнь в смерти», он сыграл главную роль доктора Рено. Именно в этом фильме впервые появились кадры с так называемыми маржухинскими слезами, которые стали легендой русского кино. Фильмы с его участием пользовались огромным успехом. Это вызывало интерес к нему со стороны конкурирующих кинофирм, которые стали делать актеру все более заманчивые предложения. В конце концов, Мажухин под предлогом того, что в очередном фильме ему не досталась главная роль, а речь идет о фильме Леон Дрей по роману Юшкевич, когда режиссер Евгений Бауэр вместо Мажухина, как и предполагалось, пригласил на главную роль господина Радина, Мажухин перешел в киноотелье Ермольева, где начал работать с Яковом Протазановым. У Протазанова он сыграл роль Германа в «Пиковой даме» и множество других ставших классикой русского кино. В 1917 исполнил роль пастора Тальконца и его сына Сандера Ван Гогена в фильме «Сатана ликующий». Вершиной актерского мастерства Мажухина считается роль князя Касацкого в фильме «Протазанова. Отец Сергий». В 1919 вместе со съемочной группой Ермольева работал в Ялте. В Крыму был арестован вместе с женой и приговорен к расстрелу. Благодаря тому, что один из командиров оказался давним поклонником творчества артистов, их не расстреляли. Это спасло им жизнь. В 1920 году на греческом товарном судне вместе с другими артистами, режиссерами кинопредприятия России «Товарищество Ермольева» Иван Мажухин вместе с женой Натальей Лисенко покинул Россию, обосновался в предместьях Парижа. Вскоре товарищество Иосифа Ермольева было приворозовано в студию «Альбатрос», а Мажухин стал его ведущим актером. В 1923 поставил по собственному сценарию фильм «Костер пылающий», сыграв в нем несколько ролей от демонического героя до эксцентрического персонажа. Под названием «Гремасы Парижа» этот фильм с успехом демонстрировался в советском прокате. В 1926 году уехал в Голливуд. Под давлением продюсера изменил фамилию на более короткую «Москин» и сделал пластическую операцию по уменьшению выдающегося носа. Однако успехов он не добился в Голливуде. После одного неудачного фильма под названием «Капитуляция» актер не снялся в намеченной по контракту ленте режиссера Мелфорда. Через некоторое время отбыл в Германию до работы на немецких киностудиях. Работал в Германии. Кстати, Александр Вертинский пишет, что контракт был частью продуманной операции голливудских продюсеров по устранению европейского конкурента. Об этом писал и брат Ивана Александр Мазжухин. Вот он пишет, что по контракту он должен был играть роли, которые ему предложили. И вот ему дали в картине «Атош», так она называлась, играть русского офицера, принимающего роль в еврейском погроме. Роль действительно была отвратительна, вызвала полное отвращение к ее исполнителю. После этого единственного выступления он вернулся из Америки с уже пятном, которое смыть было трудно, так пишет Александр Мазжухин, брат Иван. Как я уже говорил, был женат на русской, позднее французской актрисе Наталье Лисенко. Вторая жена – датская актриса Агнес Петерсен. Ну а третья – французская актриса русского происхождения Таня Федор. Брак быстро распался с третьей женой. В 1935-м отец Мазжухина и брат Константин Ильич были арестованы и высланы на пять лет в город Иргиз Казахской ССР. Приговор был отменен, отец выслан в Омск спустя год, где отбывал оставшиеся срок. Константин Ильич был повторно арестован, приговорен к шестьдесят годам исправительно-трудовых лагерей. Год смерти неизвестен. Другой брат Алексей Мазжухин, бывший офицер русской армии, был арестован в 1931 году на основании 58-й статьи. Это контрреволюционная деятельность. Приговорен к трем годам лишения свободы. Выслан в Омскую область. Повторно арестован 20 октября 1937 года. Приговорен тройкой НКВД к высшей мере наказания. Появление звукового кино положило конец актерской карьере. У него был, во-первых, сильный акцент, во-вторых, тембр голоса, который плохо получался в записи. В своем единственном удачном звуковом фильме «Сержант Икс» режиссер Владимир Трижевский. Мазжухин играл узкого, который постепенно осваивает французский язык. Всего Иван Мазжухин снялся в более чем сотне фильмов. Остаток жизни Иван Мазжухин прожил в уединении и умер от скоротечной чахотки в Париже 17 января 1939 года. Похоронен на кладбище Сен-Женьев-де-Буа. Вот так вкратце немножко о русском актере эпохи немого кино. Сценаристе, который работал в России, во Франции, Германии, США, Иване Ильиче Мазжухине. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Узнали что-то новое.